Проходите. Так, вот с дверей начинайте. Видите конденсат какой? Конечно. Конденсат не только на двери домофона. Влага оседает на стенах первого этажа. Краска уже облупилась и продолжает осыпаться. Вот, конденсата происходит. А причина совсем рядом. Теплый, даже скорее горячий воздух в подвале. После съемки 15-секундного видео объектив камеры запотел, его следует протирать. Рядом с подвалом ставим термометр. Ртутный столбик за непродолжительное время вырос до 28. Целый месяц уже, как отключили отопление, у нас идет испарение. На наши жалобы никто никак не реагирует. Жильцы обращались в управляющую компанию ЖУ-17. Говорят, что управляющая компания ответила просто. У вас все нормально. Видимо, конденсат, стекающий по стенам и счетчику, у них в пределах допустимого. Вот, видите, капает? Вот. Вот вверху. И в каком состоянии он весь разваливается. У нас даже не закрывает. Вот. Жители дома рассказали, что из-за перепадов напряжения может сгореть техника. Лампы в квартирах нестабильны. Окна же в подъезде жильцы держат открытыми, чтобы этого самого конденсата стало меньше. До управляющей компании попыталась достучаться и наша съемочная группа. Личное посещение ни к чему не привело. Ни инженера, ни директора на месте не было. Зато дали номер телефона, по которому, мол, дозвонимся до уже главного инженера. Однако, целый день из трубки мы слышали это. Спасибо за ожидание. К сожалению, сейчас все сотрудники заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии, и вам ответит первый свободный сотрудник. В новомодном рейтинге управляющих компаний ЖУ-17 занимает восьмое место. То есть, вроде как, в десятке лучших. Вот только сами жильцы говорят, этого не чувствуют. Жалоб-то хватает. И на испарение, и на ремонт подъезда, и на сухие деревья вокруг. Кстати, в социальных сетях ответы управляющая компания все же публикует. Комментарий по сауне в подвале тоже появился. Дескать, после ремонта теплотрассы ресурсоснабжающей организацией была нарушена работа гидрозатвора. Со стороны управляющей компании, по их словам, вины в этом никакой. Но в этом бумажном пинг-понге страдают только обычные жители, которые, кстати, написали две жалобы в Роспотребнадзор и в администрацию города.